Добрый день, уважаемые коллеги! Как всегда, первый мой вопрос. Как хорошо меня слышно и видно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чаты. Спасибо. Ну что ж, коллеги, я объявляю сегодня первый вебинар нашей новой недели вебинарной. И этот вебинар особый. Это один из приглашенных нами экспертов, который выступит сегодня в рубрике «От первого лица». Это человек, который может рассказать о системе дистанционного обучения Moodle, можно сказать, из первых уст, то есть человек, который располагает максимально возможной информацией по Moodle в России. И поэтому я с удовольствием пригласил его в директ-академию для ведения наших вебинаров. Я надеюсь, что этот вебинар будет очень полезен. И судя по тому аншлагу, который сегодня у нас существует, это действительно так, я сделаю, как всегда, несколько объявлений. Прежде всего, прежде чем пригласить Алексея к микрофону, ну, во-первых, в самом начале нашего чата есть две полезные ссылки. Первая из них ведет на расписание наших вебинаров, на котором вы можете зарегистрироваться на вебинаре на весь текущий учебный год и посмотреть записи тех вебинаров, которые уже прошли. И вторая ссылка – это ссылка на наш видеоканал в YouTube, где публикуются записи вебинаров, в течение некоторого времени, примерно в течение недели после их проведения. В том числе и запись этого вебинара будет тоже расположена там. Для тех, кто заинтересован в получении сертификатов, сообщаю, что за этот вебинар тоже будет выдан бесплатный именной сертификат электронный. Чуть позже, наверное, где-то к концу октября мы, наконец, отладим нашу систему по рассылке вебинаров. Вот я уже вчера смотрел ее прототип, все нормально работает. Так что не волнуйтесь, ваши сертификаты найдут вас в ближайшее время. Я думаю, к началу октября все будет работать. Давайте я хотел еще дать ссылочки на два следующих вебинара, но я это сделаю уже по ходу ведения вебинара. Так как нас сегодня достаточно много, у нас вебинарная комната переполнена, я хотел бы просить задавать ваши вопросы во вкладочку «Вопросы», и тогда докладчику будет проще на них отвечать. Сегодня много людей, и поэтому ваши вопросы, которые вы напишите в общий чат, могут потеряться, и Алексей может их не заметить. Вот, собственно, и все. А теперь я хотел бы передать слово Алексею Диченко. Добрый день, уважаемые коллеги. Как меня видно, слышно? Отлично. Большое спасибо. Итак, действительно, местами. Хорошо. Итак, тема нашего сегодняшнего вебинара – SDO Moodle как инфраструктура информационно-образовательной среды вуза. Меня Павел представил как эксперта по Moodle, но сегодня непосредственно про функционал Moodle мы будем говорить не так много, потому что тема предполагает более высокоуровневый взгляд. Мы будем говорить про информационно-образовательную среду вуза в целом и место Moodle в этой среде. Поэтому, коллеги, чтобы мне просто понимать, кто из вас рассчитывал именно на этом вебинаре подробнее узнать о функционале Moodle, о его функциональных возможностях именно на детальном уровне, поставьте плюсик. Ну что ж, коллеги, чтобы вас сильно в этой части не разочаровывать, я вам сейчас отправлю ссылку на обзор функциональных возможностей Moodle. Там как раз по этой ссылке после нашего вебинара можете посмотреть очень детально, я рассказываю про функционал. Это другой вебинар, который состоялся в январе этого года. Это был один из первых моих вебинаров, поэтому есть некоторые, что называется, огрехи ведущего. Но функционал показан довольно полно. А сегодня мы поговорим именно про информационно-образовательную среду Moodle. И детально функционал системы затронем только частично. Так, ну вот я вижу еще вопрос от Елены по функциям компетенции. Опять же, мы готовили с моим коллегой доклад по этой теме на конференции Moodle Mood, которая прошла весной этого года. По-моему, есть видеозапись, и, наверное, мы эту тему будем повторять, потому что тема действительно актуальная. Может быть, вот как раз Павел снова пригласит меня выступить уже детально по теме компетенциям. Может быть, еще где-то, но я думаю, что следите за анонсами, что про компетенциям будет обязательно отдельный вебинар, потому что тема компетенции очень большая, очень объемная. И, конечно, мимоходом ее затрагивать нет никакого смысла. Итак, информационно-образовательная среда ВУЗа. Что же это такое? Как кто из вас понимает, что такое информационно-образовательная среда? Напишите, пожалуйста, в чат вашей версии, что для вас является информационно-образовательной средой, в чем ее главная задача. Ну, естественно, в двух словах. Нет версии, скажу, что кто-то под информационно-образовательной средой понимает именно чисто учебный функционал. Да, действительно, Ирина права, система, которая будет полезна в учебном процессе. Система, которая представляет единое пространство. Да, единое пространство – очень верный термин относительно этой среды. Действительно, ее задача – объединить всех участников учебного процесса. Самостоятельное обучение. Вот версии электронной библиотечной системы, портфолио. То есть мы видим, что каждый специалист представляет эту систему по-своему, вкладывает в этот термин разный смысл. И все они правы. Просто каждый из них рассматривает ту часть информационной системы, с которой сталкивался, либо которую удалось ему построить, либо которую он считает наиболее полезным. Давайте попробуем охватить все составляющие информационно-образовательной среды ВУЗа, чтобы представить себе масштаб задачи. Для этого рассмотрим вариант максимум. То есть представим себе ВУЗ, который по максимуму внедрил все информационные системы, которые только можно было бы внедрить. То есть максимальной комплектации. Прежде чем посмотреть всю схему, чтобы ее было легче читать, давайте рассмотрим сначала ее с точки зрения студента, потом с точки зрения преподавателя, и затем с точки зрения администрации ВУЗа. С точки зрения студента первое, наверное, с чем он столкнется, и что он увидит, это личный кабинет, веб-кабинет. Я разделил на слайде функции на учебные и вспомогательные. Разделение это условное, но тем не менее функций много, и нужно было как-то их поделить для удобства чтения. Учебный план. Не сказать, что так уж полезен студентам учебный план, на мой взгляд, но по образовательному стандарту мы должны им его предоставить за весь срок обучения, и по прошедшим семестрам, и по будущим. И также предоставить к нему приложение, как сейчас это представляют те ВУЗы, с которыми я сталкивался, где они это внедряют. Это приложение в виде методических материалов, что, опять же, требуется в ГОС. Где-то эти методические материалы самые простые, то есть какие-то методички отсканированные, учебные программы, где-то это действительно видео, тесты, и материалы, предназначенные для электронного обучения. Здесь мы не концентрируемся на дистанционном обучении, и мы рассматриваем обычный ВУЗ, которого есть и дистанционное, и очное обучение. Индивидуальное расписание. То есть было бы, конечно, удобно, если бы студент зашел в свой личный кабинет и увидел там свое собственное расписание без необходимости искать свою группу в списке. Учебные материалы, если они есть, да, действительно, через веб-кабинет студент должен получить к ним доступ. Тестирование. Мы разделяем тестирование на пробное, тренировочное, и тестирование итоговое, контрольное. Технологические – это одни и те же тесты, но регламенты совсем разные. В одном случае мы даем неограниченное количество попыток, может быть, даже подсказки после неправильных ответов отображаются. В другом случае попыток ограниченное количество. Возможно, такое тестирование проводится только в аудитории. В новой версии, профессиональной версии Moodle, есть управляемый режим, где преподатель может выставить галочку, кто из студентов показал, ему положил на стол зачетную книжку, только они получат доступ в систему, и только к одному единственному тесту после его прохождения доступ будет перекрыт. При этом, пока они будут проходить это тестирование, невозможно будет залогиниться второй раз под их учетной записью откуда-то. Если мы говорим про дистанционное тестирование, то это тестирование с прокторингом. Тоже сейчас появились такие сервисы, и профессиональная версия Moodle может с ними интегрироваться. В высшей школе экономики делали такой проект недавно совместно с Экзамусом. То есть, когда студент начинает тестирование, к нему подключается проктор, он видит его экран, он видит через камеру помещение, где проходит тестирование, нет ли там посторонних, просит на камеру представиться, показать удостоверяющие документы. И следит за тем, чтобы при тестировании соблюдались регламенты. Сдача работ на проверку. Ну, времена, когда студенты приносили работы в распечатанном виде, либо на флешках, на дискетках, они уже давно прошли. Действительно, это было очень неудобно. И преподавателю, и самим студентам сейчас любая электронная система позволяет эти работы собрать. Сразу же они прикрепляются к отчетам, ко всем. Преподаватель там же в системе их может проверять и рецензировать. Виртуальные тренажеры. Виртуальные тренажеры есть далеко не у всех, потому что создавать их удовольствие дорогостоящее. Простейшие виртуальные тренажеры, опять же, можно создавать в Moodle, например, на базе тестов. Там есть тесты с графическим перетаскиванием. Но это не более чем игрушка. Не знаю, бросьте, поставьте эту колбу, не знаю, туда, где она должна находиться, для того, чтобы пошла реакция. Но это больше такой мультяшный вариант. Серьезные виртуальные тренажеры требуют участия команд программистов, аниматоров. Из таких инструментов, которые не так сложно создавать, есть тренажеры для программистов. На основе, в свое время, Всероссийская олимпиада по программированию проводилась с помощью таких систем, когда студент загружает скрипт, решающий задачу, система автоматически дает ему входные данные и проверяет, верно ли он выполнил вычисление. То есть, все это можно автоматизировать. Взаимодействие с участниками групповых проектов. Опять же, групповые проекты все чаще используются в обучении, и все больше они уходят в онлайн, потому что так студентам проще взаимодействовать, встречаться, особенно если это большой город, студенты живут на разных его углах, при этом могут работать совместно. Но опять же, в Moodle есть такие инструменты, форумы, вики, и различные инструменты управления учебными проектами, и, естественно, в нашей информационной системе такие инструменты обязательно должны быть, если мы проводим групповые проекты. Также, конечно же, студент в своем личном кабинете хочет видеть баллы, статусы, зачетную книжку, награды в системе игрификации. Опять же, если мы говорим о современной информационной системе учебной, то там обязательно должны быть элементы игрификации, это повышает вовлеченность, повышает эмоциональную отдачу наших студентов от учебного процесса, в том числе и дистанционного. Самые простые элементы игрификации – это различные начисления рейтинговых баллов, выдача статусов, самый общительный студент, самый быстрый студент, кто раньше всех дал работы, выдача наград. Опять же, в Moodle весь этот функционал есть, и в той системе, которую мы рассматриваем, тоже он должен быть. Заявки на курсы по выбору. К сожалению, в России курсы по выбору означают, что выбор делает за студентов очень часто методист, методист, в том числе потому, что такой выбор очень сложно организовать, особенно если таких курсов много. В электронном варианте студент может сам формировать частично свой учебный план, выбирая эти курсы по выбору, подавая заявки, система должна при этом вычислять, набирает, не набирает он нужное количество баллов, если это кредитно-рейтинговая система, вот по выборным своим курсам. Гораздо чаще выбирают дипломного руководителя. Тоже недавно, для одного из факультетов МГУ, мы делали такой проект, где в системе, в личном кабинете, студент может выбрать своего дипломного руководителя, система учитывает, сколько мест у данного дипломного руководителя осталось, можно включить премодерацию, когда преподаватель согласует или не согласует, заявку от студента стать его дипломником. Соответственно, опять же, в личном кабинете у студента, в нашей идеальной системе, обязательно есть возможность выбора темы работы и дипломного руководителя, чтобы не заниматься этим вручную, не подавать никакие заявки, которые рассматривают бесконечно долго на бумаге. Электронный читальный зал. Ну, как без него? Сейчас все больше внедряются электронные библиотеки, как внутренние вузовские, это электронные библиотеки различных выпускных, квалификационных работ, внутренние публикации, так и электронные библиотеки, как внешние сервисы, в том числе университетская библиотека онлайн, который организует этот вебинар. Одним из таких сервисов является, и, конечно же, у студента в личном кабинете должен быть доступ к этой электронной библиотеке, чтобы она не оставалась мертвым грузом. Разумеется, в идеальном варианте эта библиотека должна быть интегрирована в учебный процесс, чтобы преподаватель прямо из курса мог давать ссылки на публикации, и студент без повторной авторизации мог проходить в этот электронный читальный зал. Ну и просмотр живых трансляций и видеозаписей из аудитории. Мы с вами рассматриваем идеальную среду, то есть в каждой аудитории есть камера, стационарно установленная, с микрофоном, с нормальным качеством звука, и если студент, например, заболел или по каким-то другим причинам не может посетить лекцию, он может подключиться и увидеть через камеру, что происходит в аудитории, что происходит на занятии, ведется запись всех этих занятий, и потом через наш мультимедиа-архив тоже как студенты, так и администрация, может быть, сами преподаватели хотят вспомнить, что же они говорили на лекции год назад, могут обратиться к этому архиву и посмотреть, что же происходило на лекции. Ну, я вот для этой части подходящего продукта пока не знаю, то есть наверняка, может быть, кто-то из вас встречался с чем-то подобным, чтобы ввести одновременно запись с большого количества камер, ретрансляцию этих записей для желающих с проверкой прав доступа, если это нужно. Я пока вам такой инструмент назвать не могу. Ну, естественно, есть и вспомогательные инструменты. Это инструменты приемной комиссии. Многие вузы уже внедрили себе в том или ином варианте. На Moodle это можно сделать, если мы говорим про базу и функционал без доработок, это можно сделать так называемым быстрым прототипированием. Поговорю о нем чуть позже. Либо в тех или иных вариантах делают доработки к системе. Портфолио. Опять же, это требование новых в ГОС. Портфолио обязательно должно быть. У студента должна быть возможность наполнять свое портфолио. Мы не можем полагаться на автоматическое наполнение, потому что ПОВГОС предусмотрены как учебные, так и внеучебные достижения. в этом портфолио. Соответственно, у администрации вуза должна быть возможность конфигурировать это портфолио, создавать категории, типы достижений, назначать доказательства для этих достижений, формировать рейтинги, по каким типам достижений, по каким категориям будут формироваться рейтинги, управлять количеством баллов, назначаемых за те или иные достижения. Но у студента должна быть возможность в свое портфолио отправить достижения, заполнив по шаблону все необходимые доказательства. Ну и после премодерации увидеть эти достижения в своем портфолио. Также, конечно же, студент хочет увидеть общий рейтинг портфолио, посмотреть портфолио своих однокурсников, ну и свое собственное портфолио, увидеть, как оно выглядит. Ну, опять же, если мы говорим про профессиональную версию Moodle, там этот функционал есть, он готов. Если про какую-то другую систему, то теми или иными подручными инструментами либо доработкой этот функционал обязательно нужно делать, потому что это требование в ГОС. Получение новостей и уведомлений, то есть, естественно, мы хотим оповещать студента о ходе учебного процесса, об изменениях расписания, о различных событиях, которые происходят. Кроме того, мы хотим, чтобы система наша автоматически работала со студентом по ходу его индивидуальной активности. Например, написала студенту письмо, если он больше пяти дней не появляется в электронной системе. Ну, а затем еще через пять дней написала письмо его родителям или куратору. Опять же, если мы говорим про профессиональную версию Moodle, там такой функционал есть, можно настраивать события, можно настраивать тексты, они могут уходить либо самому студенту, либо преподавателю курса, либо куратору, либо родителям данного студента по разным событиям. Подписался на курс, провалил тест, сдал тест, провалил тест, осталась одна попытка, но уже неделю, как он не возвращается, чтобы этот тест пройти. Все эти уведомления очень облегчают работу и тьютера, и куратора, потому что помогают вернуть студента к учебному процессу. Общение с преподавателями и однокурсниками, опять же, это обязательные инструменты, это и обмен сообщениями, и чаты, вебинары, форумы, конечно же. Электронный читательский билет, заказ книг, сроки возврата. То есть мы говорим о том, что у нас автоматизирована не только электронная библиотечная система, но в идеальном в идеальной информационно-образовательной среде автоматизирована и обычная библиотека, и студент через свой личный кабинет может заказывать книги, может видеть те книги, которые у него на руках, и сроки возврата. Helpdesk. То, чего нет почти ни в одном вузе, который я видел, может быть, только в самых продвинутых. Тем не менее, эта система, на мой взгляд, необходима всем. Есть много готовых инструментов, наверное, предстоит поработать над встраиванием этих инструментов в общую среду, но тем не менее. Что же такое Helpdesk? Helpdesk – это возможность по массовым вопросам, то есть в Helpdesk нет смысла делать по каким-то редким темам обращений. По массовым типам обращений организовать массовую же их обработку. Например, у нас, скажем, есть общежитие, в котором, которое эксплуатирует определенный отдел эксплуатации. И в общежитии периодически ломаются те или иные инженерные сети, происходят какие-то микроаварии, здание не новое, и студент должен как-то оповещать администрацию о том, что это произошло. Вот Helpdesk вполне хороший вариант. Он подает заявку, заявка попадает в нужный отдел на обработку, можно контролировать сроки обработки этой заявки и закрытия. Естественно, Helpdesk традиционно используется при поддержке IT-систем, как при консультировании по ним, по той же системе электронного обучения, если у студента что-то не получается, так и помощь в случае каких-то неполадок. Если у нас есть какое-то оборудование, которое студенты эксплуатируют массово, то обязательно должен быть раздел в Helpdesk по заявке по этому оборудованию. Медиаархив. Вузы постепенно накапливают мультимедиа файлы, это, как я уже говорил, могут быть и записи из аудитории, и студийные записи лекторов, и какие-то учебные фильмы, и внеучебная активность, запись каких-то мероприятий, КВН и так далее. То есть, должно быть место, где их можно публиковать, где достаточно объема пространства, чтобы их разместить на сайте или в учебной среде. Не всегда это уместно бывает, где эти материалы будут храниться, и по запросу выдаваться тем или иным слушателям. Опять же, поскольку мы рассматриваем футуристическую систему, идеальную, то у нас есть интернет-радио и интернет-телеканал ВУЗа. Опять же, сейчас с новыми технологиями ничего сложного собой не представляет организация этого телеканала, то есть, не сложнее, чем подготовить исходный контент, это может быть часть внеучебной активности тех же студентов, какие-то внутренние корреспонденты, записи интервью, передачи, ну а обещание, для этого уже есть готовое ПО, лишь бы каналы связи выдерживали эти потоки, просто ставятся видеоролики в плейлист, и можно в любой момент подключиться, либо подключить умные телевизоры в аудиториях, в зонах рекреации, где-то в коридоре, в столовой, и там будет вещать вузовский телеканал. Студенческий, кстати говоря, да, вот согласен с комментарием Людмила Васильевна, если студент не может посещать вуз высочно по состоянию здоровья, ему интернет-телеканал вуза является важным инструментом вовлечения данного студента в общественную жизнь. Студенческие сообщества и самоуправление. Ну, опять же, если мы как системный администратор, архитектор вузовской системы не позаботимся о месте, где студенты могут общаться между собой, где они могут решать свои вопросы, где они могут, где это будет удобно и комфортно, они найдут или создадут такое место вне информационного пространства вуза. Поэтому, если мы хотим в той или иной степени эту активность поддерживать и хотя бы наблюдать за ней, то должны об этом тоже позаботиться. опять же, сейчас развивается тема студенческого самоуправления, определяется круг вопросов, по которым студенты могут принимать решения сами, и эти органы самоуправления тоже нуждаются в информационных системах, вопросах, голосованиях, форумах, места, где они могут публиковать новости, информацию. Что касается студенческих сообществ и самоуправления, то Moodle в целом содержит все необходимое для того, чтобы это сделать. Просто формируется псевдокурс, который не наполняется учебными материалами, называется кампус или студенческое сообщество. Ответственному представителю этого сообщества выдается преподавательский доступ, наверное, какой-то инструктаж первоначальный и он может создать уже внутри форумы и архивы документов, рассылать новости, назначать какие-то события. Еще один важный момент, важный, потому что он происходит массово и постоянно, это заказ справок. Можно это сделать в простейшем виде через ту же хелпдеск систему, в конце концов заказ справки и та же самая заявка, можно сделать отдельный интерфейс, который запросит у студента всю вводную информацию для справки, например, название организации, в которой справка будет предоставляться, приложить файл запроса, и тоже автоматизировать эту часть, чтобы уменьшить бесконечный поток студентов в канцелярию вуза, где эти справки изготавливают, выдают, чтобы они могли спокойно работать. В конце концов, готовую справку можно даже почтой выслать или по внутренней почте через вуз. Так, прочитаю вопрос Светланы Ивановны. Студенты прислали адрес сайта, который выполняет услуги по выполнению любых заданий в Moodle. Достаточно выслать логин и пароль и оплатить услугу. Что с этим делать? Что с этим делать? В общем-то вопрос скорее философский, каждый вуз решает этот вопрос по-своему. Есть, во-первых, с точки зрения обязательных контрольных мероприятий уже законодательно установленные регламенты, удостоверение личности, то есть логина и пароля одного недостаточно. Если вы принимаете итоговое тестирование дистанционно, вводите прокторинг. Если вы не принимаете его дистанционно, то есть студенты у вас учатся очно, проводите это тестирование в кабинетах. Что касается самих работ, именно мы говорим о плагиате, когда студент заказал работу на стороне, ну, с этим электронным способом бороться невозможно, потому что точно так же сделанную на стороне работу он и принесет, и без логина пароля сам загрузит в систему, есть проверка на плагиат выявления заимствований, они прежде всего повышают цену этой услуги, она не всем становится по карману, есть инструмент, как процедура защиты работы, где студент должен доказать, что эта работа действительно его, в общем-то это вопрос не столько к информационной системе, сколько к организации учебного процесса, хотя есть и тут инструменты, например, можно ориентироваться на так называемый клавиатурный почерк, то есть у каждого человека есть своя собственная манера печатать, анализируя задержки между нажатием клавиши, можно с высокой достоверности определить один и тот же человек напечатал эти два текста или это были разные люди. да, действительно, вот согласен с Галиной Александровной, в Moodle много способов видеть работу студента и в том числе система записывает все логи, записывает активность студента и если мы видим, что студент зашел с какого-то подозрительного IP-адреса и за два часа загрузил все работы, при этом не заходил весь остальной семестр, не читал материалы, то нам все станет очевидно и без каких-то специальных систем слежения. Ну и система биллинга тоже важный инструмент, если студенты оплачивают свое обучение, почти везде они делают это по старинке, получают квитанции, идут с ними в банк, не могут даже посмотреть, какова их задолженность, если предыдущий раз они оплатили неполную сумму квитанции, там скажем 30%, чтобы было столько 30% денег, и хотят посмотреть, сколько же они должны на текущий момент. Система биллинга позволяет студенту увидеть все свои платежи, увидеть свою задолженность, списание своей задолженности, оплатить картой, то есть электронным способом. в готовом виде биллинг Moodle поддерживается только частично, он позволяет оплачивать курсы, можно выставлять разные тарифы по продолжительности курсов, иногда с помощью вот этих инструментов нехитрых делают оплату семестров, то есть такой псевдокурс оплатил его на семестр, значит оплатил все остальное обучение. Ну это естественно как я называю быстрое прототипирование. Что такое быстрое прототипирование? Я очень долго искал приличный термин, как назвать вот этот процесс, когда из плодородной почвы и древесных ветвей, чтобы не сказать, прилично выражаясь, создается некоторая подобие функционала, который работает, но не всегда красиво, аккуратно выглядит, не всегда прост в обслуживании, то есть может требовать довольно большое количество рутинного труда, но при этом практически полностью бесплатен в плане отсутствия доработок. Мудл очень богат на инструментарий, который может быть использован в быстром прототипировании, это идеология системы, там действительно много инструментов, из которых можно сделать практически все, что угодно, подобие любой информационной системы, Когда этим увлекаются, я такой термин слышал, про такие вузы говорят, да у них там полный мудл вообще. Давайте двигаться дальше. Вот этих инструментов почти нигде нет, ни в одном вузе, они только-только набирают свою популярность, хотя есть апологеты в соцсетях, сообществе профессионалов ДО, сейчас активно пропагандируются эти инструменты, это чат-боты. Что из себя представляет чат-бот? это система, с помощью которой можно то есть это обычный чат, наподобие того, с которым мы общаемся, куда можно подключиться через обычный мессенджер, через тот же телеграм, написать сообщение и получить автоматический ответ на это сообщение. Я условно поделил чат-боты на учебные, информационные и командные чат-боты. Учебный чат-бот может во-первых напоминать студенту о контрольных точках. Учебный чат-бот может задавать студенту дополнительные вопросы по материалу курса. То есть во время прохождения слушателем того или иного курса учебный чат-бот может ориентироваться на активность студента или не ориентируясь на активность просто в случайном порядке периодически задавать студенту дополнительные вопросы, тем самым вовлекая студента в работу по курсу и облегчая работу преподавателя. естественно вот такие чат-боты все-таки предполагают, что преподаватель хотя бы с некоторой периодичностью просматривает истории вот этих переписок и корректирует сценарии, которые он заложил. То есть естественно вопросы и ключевые слова, по которым проверяются ответы закладывает преподаватель. Также эти чат-боты могут организовывать ответы на часто задаваемые вопросы. Опять же есть сейчас уже чат-боты, которые способны поддерживать диалог, который кажется со стороны осмысленной так называемой тест-тюринга. Но здесь все гораздо проще. вопрос студента анализируется на наличии ключевых слов, определенных последовательностей слов, и если они совпадают с шаблоном, заданным преподавателем, чат-бот высылает ответ. Когда таких шаблонов и ответов достаточно много, то действительно чат-бот становится полезным и создает впечатление некоторого осмысленного инструмента. Ну и викторины периодически про них вспоминают, вижу тот или иной проект, который продвигает инструмент викторин, но ни разу не видел, чтобы они действительно достигли каких-то вершин популярности. Видимо, этот инструмент хорош только как вспомогательный и как самостоятельный инструмент его использовать бесполезно. В викторина, когда есть несколько вопросов, одновременно группе или двум как минимум студентов эти вопросы задаются, дальше тот из них, кто первый ответил, тот получает балл. Тоже такой элемент играфикации учебного процесса. Галина Александровна спрашивает, где подробнее посмотреть на чат-боты. Ну вот зайдите в фейсбуке в сообществе профессионалов дистанционного обучения, там есть такой Белоножкин, и задайте ему этот вопрос, он сейчас активно пишет о своих успехах в этом роботостроении учебном. Вторая группа чат-ботов это информационные, они могут сообщать о расписании, о расположении аудитории, имена преподавателей, вот очень полезный сервис, как зовут преподавателя, на уроке которого я сейчас нахожусь. Система, если она подключена к электронному расписанию, к деканату, она может тут же ответить именем того преподавателя, лекция которого происходит у данного студента. статусы заявок, то есть если мы говорим про прием обращений, то можно статусы заявок сообщать через эти чат-боты. Ну и также чат-боты могут быть командные, то есть например какие-то голосования принимать команды через чат-ботов, те же предметы по выбору могут проводить опросы с помощью чат-бота. То есть в целом чат-бот это не самостоятельная система, он получает некоторый смысл, когда он подключен к остальным действующим информационным системам, черпает оттуда информацию и может отсылать туда сохранить туда тоже данные. Чат-боты имеет смысл создавать только для каких-то массовых действий, чтобы не тратить зря усилия программистов. Может быть мы с вами сейчас пофантазируем какие вы бы чат-боты хотели видеть в вашем учебном процессе либо информационные чат-боты в ВУЗе. Напишите пожалуйста в чат что вы об этом думаете какие чат-боты вы можете себе представить. Да, действительно Сергей Геннадьевич работа куратора может быть легко автоматизировано с помощью чат-бота хотя бы основные ее функции отправка оповещений. Чат-бот в конце концов если студент не прошел вовремя по своей скуд-карте через турникет ВУЗа может или не был отмечен присутствующим на занятии может задать студенту вопрос ты где и записать его ответ. Связь с родителями тоже оповещение родителей действительно в том же профессиональной версии Moodle есть специальный интерфейс можно завести для родителей то есть они видят зачетную книжку проведенные уроки расписание посещаемость но не у всех родителей есть время заходить в такие системы а если мы позволим ему подключиться к чат-боту и в тот же телеграмм получать эти оповещения многим будет очень удобно получать эту информацию работа библиотеки да пожалуйста верните учебники за прошлый учебный год иначе библиотека будет предъявлять вам претензии записная книжка напоминал когда электронный будильник проснись у тебя пара через 30 минут helpdesk да тоже helpdesk отчасти может быть автоматизирован через чат-бот не всегда это удобно потому что некоторые заявки предполагают переписку длительную то есть если данный пользователь открывает сразу много заявок и по каждой идет переписка то в одном чате будет все смешиваться да действительно обходные листы тоже очень удобно через чат-боты вот Ирина Николаевна права и действительно многие сервисы для преподавателя которые бегают из одной аудитории в другую удобно перенести в чат-бот чтобы не заходить в эти интерфейсы а прямо со смартфона можно было получать информацию и задавать простейшие команды ну давайте перейдем дальше также у студента может быть мобильное приложение в мобильном приложении как минимум мы хотим видеть календарь событий курсов получение уведомлений из курсов обмен сообщениями просмотр учебных материалов хотя бы самых простых форматов желательно в синхронизируемом виде чтобы можно было в метро какие-то материалы смотреть общение в форумах пробное тестирование сдача заданий опять же если мы говорим про мудл есть приложение мудл мобайл оно бесплатно есть мудл маркете соответственно весь этот функционал покрывается вот этим готовым приложением это можно просто брать и использовать и конечно же оффлайн сервисы если у нас ведется очное обучение есть и оффлайн информационные сервисы когда студент проходит через турникет прикладывает свою карточку он уже пользуется информационным сервисом скуд системы контроля доступа почти везде этот сервис работает полностью самостоятельно автономно ни с какими другими сервисами не взаимодействует а зря нам бы в статистике и преподавателю в статистике было бы очень полезно видеть находится студент вообще в здании вуза вот он не дошел до моего семинара а в здание он или он сегодня вообще не приходил или он ушел прямо перед моим семинаром тоже очень интересная для анализа информация проход в общежитии разумно делать по той же самой карточке если у студента одна и та же карточка и на проход в здании и на проход в общежитии то он уже маловероятно что отдаст ее своему коллеге чтобы тот за него карточкой отметил посещаемость отметка посещаемости при входе в аудиторию тоже вполне можно повесить на дверях аудитории либо где-то возле доски возле входа внутри считывать вот этих бесконтактных карт и чтобы преподавателю либо старости не приходилось отмечать посещение вручную прикладывают карточки на входе причем можно поставить правило что эта карточка чтобы эта карточка срабатывала только если студент прошел через турникет а когда он проходит через турникет на входе система не только считывает его карточку но и одновременно фотографирует того кто проходит чтобы если у нас по регламенту запрещено передавать карту другому лицу сразу же вот оно и преступление и доказательство и наказание конечно же может последовать ну относительно преподавателей которые ищут студентов через Moodle все зависит от того сколько пар у этого преподавателя какая у него нагрузка сколько человек у него учится насколько ему интересно то чем он занимается если у него нагрузка 36 часов в неделю и все лекции в потоках естественно ему не до того чтобы индивидуально работать с учениками и пытаться разобраться в их личности ему неинтересно или он просто вообще не интересуется обучением но при чем здесь детский сад или вуз если мы можем обучать студента полностью обезличенно то зачем вообще тогда нужен преподаватель давайте мы дадим ему видеозаписи лекции и работы пусть она зашлет по почте конечно подход разный на первом курсе когда лекции идут массово и на старших курсах когда идут спецпредметы идут дипломные проекты и там конечно преподаватели и студенты гораздо теснее контактируют Наталья Сергеевна ну давайте тоже не будем выяснять зачем пришел студент или не пришел я не говорил о том что обязательно преподаватель должен выяснять почему он не пришел на занятие я сказал о том что эта информация доступна для анализа в конце концов у студента есть куратор так давайте перейдем к следующей части взгляд преподавателя опять же я разделил здесь на учебные и вспомогательные очень условно инструменты учебные инструменты и нагрузка преподавателей внесение успеваемости выбор если преподаватель имеет возможность дать свои предпочтения при формировании нагрузки на следующий год сбор от него этих предпочтений предпочтения нагрузки предпочтения по расписанию по свободным дням по наличию тех или иных перерывах если мы говорим о генерации расписания автоматической то почему бы не принять от преподавателя все эти пожелания и по возможности если остальные ограничительные условия позволяют не учесть их автоматически соответственно эту информацию можно собирать преподавателя только через личный кабинет чтобы не тратить время живых специалистов потому что пожеланий будет много и преподавателей тоже немало просмотр статистики и результатов обучения разработка учебных материалов коммуникации управления учебным проектами та же самая электронная библиотечная система проверка работ на заимствование то есть те же самые работы с системами антиплагиат проведение вебинаров и трансляций ну и вспомогательные системы та же самая система helpdesk преподаватель гораздо теснее взаимодействует с оборудованием и у него гораздо больше и с информационными системами у него гораздо больше возникает и вопросов и каких-то замечаний к работе этого оборудования и для того чтобы они своевременно устранялись необходима такая система кабинет самообслуживания сотрудника ну в крупных компаниях особенно западных это давно уже внедрено у нас даже в коммерческих компаниях нет но поскольку мы рассматриваем идеальную модель то у нас здесь сотрудник может подать через личный кабинет больничной либо заявку на участие в какой-то конференции на командировку загрузить свои сертификаты подтверждение своей квалификации информацию в портфолио это все называют так называемой HRM система то есть система взаимодействия с сотрудниками ну части этой HRM системы также и кадровый резерв и система повышения квалификации персонала аттестация персонала то есть все эти процессы тоже можно автоматизировать и они тоже могут отражаться в личных кабинетах ну и также бронирование оборудования и аудитории я знаю что в некоторых вузах такие системы уже внедрены когда если преподавателю нужен проектор или специальная аудитория он может выбрать время и забронировать это помещение разумеется администрация тоже у нас работает с информационной системой какие системы мы можем им предложить какие инструменты мы можем предложить инструменты работы с контингентом инструменты управления учебным процессом это так называемый электронный деканат опять же есть встроенный электронный деканат в профессиональной версии Moodle больше рассчитан именно на управление учебным процессом есть сторонние поставщики электронных деканатов с которым Moodle можно интегрировать там гораздо полнее реализована та часть связанная с формированием отчетной документации справок проверка и одобрение учебных материалов опять же где-то преподаватель работает по тому что сам загрузил в Moodle где-то реализованы процессы верификации этих материалов где после того как преподаватель разработчик курса создал материал заходит методист нажимает кнопку одобрения после этого сохраняется копия этого материала и дальше когда группа новая начинает обучение по этому материалу из копии разворачивает курс из копии одобренных материалов а с мастер-курсом с шаблоном преподаватель может продолжать работать и править его до следующей верификации просмотр статистики успеваемости опять же Moodle здесь все инструменты нам предоставляет аналитика по студентам преподавателям и курсам этих инструментов не очень много в Moodle есть инструмент по аналитике качества тестов если не пользуетесь обязательно начинайте пользоваться он выявляет вопросы у которых повышенная статистика по угадыванию либо наоборот статистика ошибок превышает ошибки по другим вопросам например если студент где-то отвечает остальные вопросы правильно и в целом отличник на этих вопросах спотыкается это может свидетельствовать о том что в самом вопросе закралась ошибка вот в Moodle есть инструмент для анализа для аналитики вот этих вопросов по статистике и Moodle и любая информационная система накапливает достаточно статистики для того чтобы узнать гораздо больше то есть проанализировать их как большие данные можно проанализировать курсы насколько этот курс интересен насколько этот курс ритмичен насколько этот курс посещаем студентами насколько можно проанализировать преподавателя курсы которые он создает насколько интересны насколько он активно работает как у него активно переписка происходит со студентами либо как он проверяет работы какая у него средняя задержка между сдачей работы и его проверкой по студентам тоже можно провести довольно много аналитики вот здесь некоторые коллеги считают что нам абсолютно не важно анализировать личность студента взрослый человек сам за себя отвечает но тем не менее аналитика по студентам по его поведению может понять и как нам модифицировать учебный план и как нам модифицировать курсы для того чтобы они больше заинтересовывали студентов ну и по самим студентам мы можем сделать прогноз на основе его активности в системе на основе его успеваемости можно сделать прогнозы по тем студентам которые с большой вероятностью будут отчислены которые не пройдут сессию то есть уже в сентябре в октябре можно сделать прогноз у кого из студентов будут проблемы на сдаче сессии может быть кураторам эта информация будет полезна чтобы активнее с ними работать особенно если это платные студенты и вуз не хочет их терять я видел в коммерческих вузах созданы специальные колл-центры которые опираясь на вот эту аналитику информацию обзванивают студентов буквально уговаривают их вернуться в курс пройти те или иные контрольные мероприятия опять же смотря какие цели перед собой ставит организация мы просто описываем информационную систему информационная система не несет в себе какой-либо морали она делает то что от нее хочет администрация хочет пользователь хочет заказчик этой системы ну и публикация информации на веб-сайте это тоже работа администрации из вспомогательных инструментов это система документа оборота опять же в простейшем варианте в мудл к тому же форуму прикрепляются файлы или выкладываются файлы в специальный курс закрытый в котором только преподаватель какая-то группа администрации находится есть модуль базы данных который позволяет ввести каталог файлов и документов но это все инструменты быстрого прототипирования система документа оборота в использовании если она внедрена гораздо удобнее потому что она может отслеживать бизнес-процессы может отслеживать статусы документов и его движение ну а также все его версии про систему HRM я уже упоминал по управлению бизнес-процессами система делится на управление регулярными процессами это вот классические BPS системы где мы прописываем например процесс согласования нового учебного плана методического материала кто их должен в какой последовательности посмотреть в системе поставить галочку что одобряет прежде чем этот материал будет учебный план будет допущен и исполнение поручений это так называемые критически важные процессы например на ученом совете принято решение дальше это решение заносится в систему исполнения поручений поручений на одного из проекторов например которому поручен контроль за этим решением он уже естественно в той же системе назначает делегирование разделяет расписывает эту задачу по своим подчиненным может быть что-то передает другим подразделениям тоже нужно контролировать сроки из-за кого сорвалось исполнение поручений поручений и так до самого исполнителя уже конечного этих поручений опять же второй эффект от этой системы то что исполнитель видит всю информацию по поручению потому что обычно до него доходят только отголоски того решения которые были приняты системы контроля доступа мы тоже мы говорили видеонаблюдение бухгалтерский и кадровый учет что же у нас получается в целом Галина Александровна мы тема нашего сегодняшнего вебинара информационно-образовательная среда вуза то есть я кинул в самом начале ссылку если вам интересно про возможности системы Moodle там очень подробно рассмотрено детально посмотрите после того как вебинар окончится здесь сегодня мы немножко на другом уровне говорим мы говорим о всей информационной системе вуза и о том какое место Moodle занимает в этой системе где он может быть применен итак комплекс информационно-образовательной среды вуза я попытался на этой схеме отобразить все системы о которых мы поговорили чтобы потом рассмотреть где же у нас может быть Moodle в центре веб-портал это та система с которой больше всего у нас работают слушатели это больше у нас по вертикали система делится на системы широкого доступа и системы ограниченного доступа слева у нас учебные системы и справа у нас специальные системы портал больше относится к пользователям систем широкого доступа как учебных так и специальных чат-боты также делятся как учебные так и специальные и мобильное приложение оно в основном относится к учебным системам широкого доступа и так что же у нас за такие учебные системы широкого доступа ну прежде всего это LMS система управления учебным процессом это и доставка учебных материалов и контрольные мероприятия и тесты и учебные взаимодействия все о чем мы раньше говорили электронная зачетная книжка электронное расписание вебинары виртуальные тренажеры и симуляторы если они есть электронный читательный зал и инструменты геймификации это все инструменты учебные инструменты публичного доступа и все они либо являются частью Moodle либо могут быть в нее интегрированы то есть та же система электронный читальный зал EBS для части EBS уже существует модуль интеграции чтобы встроить их в Moodle который внедрен вебинары также для части вебинара существует модуль интеграции что касается зачетной книжки и расписания если использовать встроенный электронный деканат то это часть Moodle если не использовать встроенный деканат то здесь нужно выполнять интеграцию либо синхронизацию данных из вашего внешнего электронного деканата в Moodle либо отображение то есть есть два инструмента как отобразить данные на учебном портале первый способ это синхронизировать эти данные так мы поступаем например со списками слушателей с подписками слушателей на курсы потому что эти данные в учебной системе очень нужны без них она не может работать поэтому если мы храним их во внешнем электронном деканате мы обязательно должны наладить синхронизацию есть несколько вариантов это сделать есть штатные встроенные инструменты синхронизации в Moodle по внешней базе данных есть инструменты синхронизации в электронном деканате где электронный деканат Moodle может быть синхронизирован с внешним электронным деканатом хотя бы в части отдельных инструментов то есть списков студентов учебных планов расписания подписок на курс и инструменты отображения когда информация не сохраняется внутри Moodle мы просто делаем запрос к внешней системе и отображаем внутри Moodle результат этого запроса это так называемые информеры в базовую поставку они не входят потому что те внешние системы которые внедрены в ВУЗе очень сильно различаются заранее универсального инструмента здесь не напишешь но они пишутся под заказ и они в отличие от синхронизации довольно простые в разработке я встречал довольно много таких инструментов написанных внутренними командами ВУЗов ну и мы тоже при внедрении такие инструменты пишем довольно часто учебные инструменты внутренние прежде всего это редактор учебного контента я отнес их к системам ограниченного доступа потому что студенты не пользуются редактором курсом в большинстве случаев также я отнес сюда условно электронный деканат и управление библиотекой речь идет о прежде всего конечно бумажной библиотеке то есть введение карточек книг заведение новых книг списание книг отметка о выдаче книг и так далее если с редактором учебного контента все очень просто он существует и встроен моду электронный деканат опять же как я уже сказал есть встроенный либо внедряется один из готовых внешних то с управлением библиотекой все непросто есть некоторое количество готовых систем которые сейчас используются но судя по отзывам качество у них гораздо ниже среднего уровня и ни с чем никогда они не интегрируются никуда свои данные они выводить не хотят поэтому сейчас уже вот несколько вузов к нам обращались с такой заявкой разработка системы управления библиотекой может быть если кто-то из них решится мы за такой проект возьмемся тогда он будет тоже встроен в профессиональную версию Moodle возможно какие-то вузы начнут свой собственный проект хорошо если это будет open source проект то есть тогда остальные вузы смогут присоединиться к этому проекту совместно его выполнять ну и тогда если какой-то такой проект появится массовый то конечно же и появится готовый инструмент интеграции с ним ну как я уже сказал Irbis Irbis это одна из существующих платформ которые вот сейчас пока ни с кем ни с чем особо не интегрируется и в принципе раньше вузы об интеграции библиотечных систем с Moodle даже и не задумывались только вот буквально вот в этом году впервые стали появляться такие вопросы но если судить по тому же портфолио еще год-два уйдет на раскачку и в том или ином виде одним из ведущих вузов эта проблема будет решена но остальные просто подсоединяться присоединяться поскольку все-таки код открытый присоединяться к этому решению если оно будет с открытым кодом на базе Moodle и уже у всех появится этот инструмент Moodle сейчас на встроенной библиотечной системе именно на бумажную не на ориентирован ни на какую если мы говорим про EBS я знаю что вот у коллег из виртуальной университетской библиотеки онлайн есть тот в том или ином виде модуль интеграции с Moodle и мы в свое время делали аналогичный модуль интеграции для BIP.com это RooContent остальные библиотеки в общем-то когда мы задумывались об интеграции я обошел все основные EBS обратился к каждому из них с предложением давайте мы интегрируемся с Moodle но пока что особого интереса с их стороны к этому вопросу не увидел и многие говорят что пользователи не ждут от них этого пользователи не хотят интеграции пользователи хотят приобрести нужное количество литературы скоб у них требует образовательный стандарт и в общем-то больше к электронной библиотечной системе не обращаться то есть ну это естественно не в открытую было сказано это куларные разговоры но тем не менее позиция большинства владельцев EBS компаний которые их развивают это у нас этот функционал интеграции появится тогда когда будет сформирован запрос от конечных пользователей что мы такую интеграцию хотим мы ее требуем и мы основываемся на нее когда выбираем ту или иную EBS для покупки специальные публичные инструменты широкого доступа это публичный сайт ну чаще всего делают их в виде отдельной системы если мы говорим про Moodle отчасти он решает эту задачу там у него есть публичная часть на ней можно вывесить основные документы есть витрина курсов где можно просмотреть информацию по каждому курсу выбрать оплатить заинтересовавший курс но это все функционал не столько для высшего образования сколько для дополнительно профессионального образования все-таки студенты по отдельности курсы не выбирают в системе и по отдельности их не оплачивают соответственно и каталоги для них публичные создают редко поэтому чаще всего пока что делают отдельно публичный веб-сайт и отдельно размещают уже страницу SDO даже если для DPOшников мы предлагаем возможность выбрать и зарегистрироваться самостоятельно на курс обмен сообщениями и форумы я их вынес в правую часть потому что это не только учебный функционал но и он естественно покрывается Moodle этот инструмент там есть внутренний портал под внутренним порталом как и под информационно-образовательной средой можно понимать совершенно разный функционал раньше на предыдущих слайдах я очень детально рассматривал что же на этом внутреннем портале может быть часть этих функций действительно уже можно реализовать на штатном Moodle с помощью инструментов быстрого прототипирования остальные придется дорабатывать либо как информеры из ваших других систем либо как инструменты интеграции инструменты групповой работы Moodle включает их с лихвой все что нужно для групповой учебной работы в Moodle есть и даже не учебной я видел системы где создавали курсы но не учебные а как курс сообщества курс группы которая работает над проектом и с помощью этого курса они коммуницировали обменивались информацией цифровое радиотелевидение про него тоже уже говорил технологически это совершенно другая система но с точки зрения пользователя она тоже может быть интегрирована в Moodle хотя бы в виде ссылок и возможности встраивания трансляций в те или иные курсы хотя все-таки к Moodle именно эта часть относится опосредованно портфолио про портфолио я уже сказал в профессиональной версии Moodle они есть ну и управление прецедентами в Moodle есть простенькие инструменты управления прецедентами есть несколько задач от разных клиентов к нам по разработке довольно мощные системы управления заявками тикетами вот тот самый helpdesk встроенный в Moodle возможно эта задача будет решена в ближайшем будущем ну и есть довольно большое количество сторонних систем которые можно поставить и здесь остается только решить вопрос интеграции здесь интеграция очень простая просто по списку пользователей и это еще одно полезное свойство Moodle он может выполнять собой функцию центра авторизации для всех остальных приложений то есть в Moodle существуют инструменты для авторизации внешних приложений там тот же протокол забыл название OpenID либо OAUS2 который используется в соцсетях Moodle их поддерживает может выполнять роль как клиента так и сервера то есть если вы разрабатываете какое-то свое приложение которое будет частью информационно-образовательной среды оно может опереться на Moodle хотя бы в части авторизации пользователей чтобы не выполнять не разрабатывать отдельную синхронизацию то есть пользователь вошел в Moodle и оттуда по ссылке вошел уже ваше приложение и авторизация произойдет для пользователя автоматически ему не нужно будет второй раз набирать логин и пароль то есть если вы разрабатываете свои приложения обязательно выберите какое-то одно в качестве основного в которое пользователь залогинился и остальные уже берут сессию авторизации от него Moodle как раз эту роль может выполнять ну и специальные системы ограниченного доступа далеко не все из них имеют связь с порталом та же бухгалтерская система и кадровая система очень редко имеют прямую связь с порталом хотя есть проекты где из бухгалтерской системы выгружали на сайт информацию об оплате платного обучения HRM системы тоже мы о ней много говорили она предполагает личный кабинет и она как минимум должна быть интегрирована по авторизации с основным порталом система электронного документа оборота управления учебными процессами CRM вот здесь этот термин встречается впервые CRM это система управления с клиентами почему я заговорил о ней в контексте вузов сейчас вузы начинают конкурировать между собой за абитуриентов начинают конкурировать между собой за слушателей платных курсов и конкуренцию выигрывают те вузы которые берут подход из бизнеса к этому я видел это у коммерческих вузов и видел этот подход реализованный именно у тех коммерческих вузов которые заняли большую часть рынка такие как синергия и другие крупные организации они не полагаются на то что студент сам дойдет к ним ногами принесет документы придет еще несколько раз чтобы подписать все остальное они работают со студентами превентивно работают с выпускниками работают с олимпиадниками они берут их на карандаш заносят в этот CRM созваниваются списываются присылают рассылки приглашают на мероприятие на дне открытых дверей если кто-то через сайт подал заявку то он тоже тут же попадает в эту же CRM и такие доводят студентов до заключения договора и оплаты собственно для этого CRM система и нужна потому что при массовом потоке держать все это в голове либо где-то на листочках в Excel невозможно система управления контрольным доступом мы про них говорили видеонаблюдение опять же мы говорили про то что оно везде есть но не везде используется по назначению то есть не везде используется полнофункционально то есть если видеонаблюдение видно только охраннику ну эта система условно не дорабатывает если у вас все равно в каждой аудитории есть видеокамеры дайте студентам возможность посмотреть на мероприятия которые проходят если он по каким-то причинам не смог присутствовать и ведите видеозапись видеоархив этих мероприятий это тоже полезно первое время наверное преподаватель может быть кто-то из студентов будет возмущаться это больше с непривычки то есть что такого преподаватель делает перед аудиторией что нельзя никому показывать все-таки работа на аудитории это публичная работа это не какое-то приватное общение в семье вполне его можно записывать и транслировать естественно если все присутствующие в той или иной форме дали согласие на эту запись как-то требует закон так ну из регламента мы уже выбились на полчаса я готов ответить на ваши вопросы и постепенно будем с вами прощаться пока вы пишете свои вопросы вот на экране пример личного кабинета слушателя здесь он видит те курсы которые он в данный момент изучает видит процент изучения этих курсов видит компетенции которые есть в этих курсах и которые он успел получить и также он видит здесь дату когда он будет с этого курса отчислен когда курс завершится здесь же отображаются те курсы которые уже завершились которые он уже прошел Здесь отображаются элементы геймификации, значки, такие вот статусы, как в ролевой игре, на каком уровне он сейчас находится, сертификаты данного слушателя. Для преподавателя здесь можно отобразить список непроверенных работ, которые в разных курсах ожидают его проверки. Можно кликнуть, посмотреть. Ну и сюда же все остальные информеры, в том числе и внешних систем, можно вывести. Елена Юрьевна, да, такой вебинар планируется. По Moodle 3.3 вряд ли он будет проводиться, то есть сейчас у нас версия длительного цикла поддержки это 3.1, то есть Moodle делится на стабильные версии длительного цикла поддержки, которые поддерживаются по 3 года, и короткоживущие версии, которые живут, активно развиваются не более полугода. Вот версия 3.2 и 3.3 относятся к короткоживущим версиям, сейчас стабильно рекомендована для использования в крупных организациях это версия 3.1, соответственно на нее мы опираемся, а следующая будет стабильная версия, выйдет в июне-июле 2018 года, будет версия 3.5. И, соответственно, после того, как она выйдет, будем уже всех переводить, апгрейдить до версии 3.5. Татьяна Анатольевна, хороший вопрос, верю ли я в эту систему? Моя профессия архитектор электронных систем, я их проектирую, в том числе с точки зрения полезности, в том числе с точки зрения запроса от конечного пользователя. Здесь нужно говорить не о том, верю ли я в эту систему. Верю ли я, что такая система будет кем-то заказана, в том числе своим внутренним службам, и построена? Маловероятно. Но, как я уже сказал, я описал идеальную систему, из которой уже можно как из кирпичиков набирать элементы для своей собственной информационной системы. Ирина Николаевна спрашивает, требует ли дополнительного финансирования адаптации модулей для работы в конкретном ВУЗе. Смотрите, здесь речь идет о том, что вы понимаете под адаптацией модуля. Если это настройки, если это готовый модуль, который настраивается, который просто подключается вам, то, конечно же, никакого дополнительного финансирования не требуется. Вы можете выполнить эту работу и самостоятельно. Если у вас есть техподдержка, техподдержка вам поможет его настроить, ответит на вопросы, предоставит инструкцию. Если же адаптация и ваши пожелания к этому модулю предполагают, что должно быть выполнено программирование, то, естественно, любой программист получает за свою работу зарплату. Независимо от того, будет ли это ваш собственный программист, будет ли это наш программист, и вы закажете нам эту доработку, в той или иной форме все равно придется заплатить программисту. Соответственно, вряд ли эта работа будет выполнена полностью бесплатно. У нас был эксперимент, когда мы самые интересные проекты, в том числе то, что спрашивали наши клиенты, давали дипломникам. То есть мы сотрудничали с несколькими дипломными руководителями по программированию, снабжали их дополнительной информацией, наши разработчики консультировали их, и студентов раздавали проекты. Ну, знаете, результат не очень впечатляющий, то есть большинство студентов подходит к работе достаточно формально, ну и плюс это все-таки учебный проект, сделать что-то действительно качественно в рамках него редко получается. Парочку инструментов очень интересных мы получили таким способом, но сил было затрачено гораздо больше, чем мы бы просто их разработали собственными силами. Наталья Сергеевна сама себе противоречит, говорит, ни копейки не вложили, только помощь штатного программиста. Ну, штатный программист у вас тоже, наверное, получает зарплату. Так что все-таки что-то вы в эту систему вложили, но как только вы будете переходить к более профессиональному использованию, встанет вопрос о пользовательском опыте, чтобы всем было удобно, чтобы была полноценная интеграция, меньше ручной работы, чтобы система стабильно работала, не теряла данные. Конечно, ваши затраты будут увеличиваться, и здесь вопрос не только в том, что вы кому-то эти деньги заплатите непосредственно за саму работу, но и также и за специальное помещение, где будет располагаться сервер, охлаждение, бесперебойное питание, резервирование, хорошее оборудование, каналы связи, все это тоже требует вложений. Так что бесплатная информационная система – это миф. Если вы можете скачать бесплатно дистрибутив, ну, это больше инструмент для первоначального экспериментирования и прототипирования. Чем профессиональнее вы используете этот инструмент, тем больше будут ваши затраты, но и отдача. То есть, естественно, когда мы выполняем любую инвестицию, мы считаем, какая будет отдача, стоит она того или нет. Если отдача по эффекту сопоставима, то мы начинаем этот проект. Если не сопоставима, то, конечно же, зачем он нужен? Наталья Сергеевна, я в данном вебинаре, в общем-то, нет нужды напрямую рекламировать свои услуги. И клиентов у нас достаточно много. Я рассказываю о своем опыте. Мой опыт заключается в том, что все вузы, которые начинали так или иначе внедрять систему бесплатно, если переходили на следующий уровень профессионального использования, они так или иначе вкладывали в это деньги. Либо нанимали собственную команду, что тоже недешево, вкладывались в оборудование, ну и остальные расходы, о которых я говорил. О путях внедрения и улучшения, о реализованных проектах тоже, наверное, стоит рассказать. Таких мероприятий было уже довольно много. С той или иной периодичностью мы их повторяем. В данном случае тема для сегодняшнего мероприятия была выбрана именно такая, довольно абстрактная. Хорошо, уважаемые коллеги, и еще раз благодарю всех за участие, за то, что нашли время посетить наш вебинар. Будем заканчивать. Так, тут еще пришел один вопрос от Галины Александровны. Падает. В чем проблема, почему Moodle падает? Ну, как раз мы возвращаемся к теме бесплатности и платности. То есть, если вы поставили Moodle на хостинге за 100 рублей, то там у вас ограничения и по объему памяти, и по дисковому пространству. И, естественно, системе не всегда хватает ресурсов, на что она отвечает выключением или сообщением об ошибке. Соответственно, если вашу систему переставить на сервер, где будет ей ресурсов достаточно, который хорошо настроен в соответствии с требованиями, которые известны, это не секрет, они опубликованы в том числе и на открытых сайтах, на том же Moodle.org. Если всю эту работу проделать, обслуживать систему своевременно, своевременно обновлять, то падать она не будет. Хорошо. Уважаемые коллеги, еще раз благодарю всех за посещение вебинаров. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Следите за анонсами. Будем продолжать этот интересный... Для меня это очень интересный опыт был проведения этого вебинара. Будем продолжать эту практику. И, надеюсь, до новых встреч. Коллеги, а я со своей стороны хотел бы поблагодарить Алексея за очень подробный и полезный вебинар. И я понял, что, наверное, этим вебинаром не стоит ограничиваться, судя по количеству вопросов. Мы, наверное, попросим Алексея через пару месяцев, может быть, или когда мы дату согласуем, провести еще один или несколько вебинаров. В вузовской среде очень высок интерес к системе Moodle. Поэтому, да, хотя бы судя по тому, как вы набросились на Алексея с вопросами и с предложениями по тематике, уже понятно, что эту тематику надо расширять. Так что будем пытаться продолжить наши вебинары с Алексеем. И анонсировать пока не буду, мы еще не договорились, но хотелось бы, чтобы это было. И тогда приглашаю всех на эти вебинары для расширенного знакомства с Moodle или с аналогичными темами. Так, теперь я смотрю, Алексей мне задает вопрос, почему бы не организовать опрос голосования с интересными слушателям темы по Moodle. Но, да, пожалуй, это можно сделать. Мы подумаем, как это организовать, то ли на основе Google Form, то ли еще как-то, и разошлем тогда в одну из рассылок эту информацию нашим слушателям. Спасибо всем, кто пришел на вебинар. Приходите на наши следующие вебинары. До свидания. Ждем вас на наших онлайн мероприятиях. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова